Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. И добро пожаловать на обзор SDC UK 23! Сегодня, увы, без Энтера, увы, увы и ах, потому что другого времени у меня не будет. Записать надо уже сейчас, а Энтер не отвечает. Ну, в общем, так сложилось. Следующий обзор, я надеюсь, будет с Энтером. Поэтому, надеюсь, я вам, так сказать, надеюсь, я вас вполне устраиваю и без Энтера. В общем-то, карта эффекта. На старте сразу нам дают 7 ракет, когда мы появляемся. Это у нас любезно выделена старт-линия, что, в принципе, хорошей манерой является всегда. Видим мы, что там есть граната, видим, что там есть телепорт из двух сторон. Если мы вниз падаем, мы просто умираем. Если мы пытаемся попасть в телепорт, нас не пускает. Что же делать? Делать очень просто. Значит, у нас 7 ракет, почему бы нам не сделать рокет-джамп? Тем более, что здесь нам дают плазму и дают гранату. Одну. Одну гранату. Есть 2 пути, так сказать, 2 стула, да. Видим мы, что нам нужно плазмить примерно вот по такой траектории. И залезать потом на стенку, либо еще как-то. Ну, давайте. Так, я немного... А я переборщил, окей. Значит, есть у нас вот такая даже платформа с рампами на боках. И в целом ее можно использовать, чтобы подняться выше. Давайте я попробую это сделать. То есть мы просто как будто бы на рампе прыжочек небольшой делаем со стартовой скоростью. И сразу... Значит, сразу приобретаем лучшую вертикальную скорость, в отличие от обычного прыжка. Потому что мы прыгаем на рампе. Далее у нас с картинки, значит, с валпапера... Момент. Есть телепорт. Нам здесь дают гранату. Ничего нету. У нас все еще есть ракеты. Если мы падаем в телепорт, то возвращаемся обратно. Хорошо. То есть здесь очевидно, что если вы вдруг сохранили ракету, а вы, скорее всего, сохранили хотя бы одну ракету, можно ее сверху сюда вниз запустить. Таким вот образом. И начинать плазнить. Либо, естественно, можно сделать то же самое с гранатой. С гранатой, конечно, менее успешно. Но более стабильно, если у вас не хватает какого-либо скилла. Я опять обкакался. Нет, я... Здесь нам дают три гранаты. Или нам дают одну, но я... А, я там подобрал, да. Нам дают одну гранату. Здесь мы, опять же, если у нас остаются ракеты, мы можем после этого клаймба запускать себе ракету под ноги и начинать подниматься. Но мы давайте воспользуемся гранатой. Я думаю, так, я слишком рано. Я думаю, мы увидим разнообразие великое роутов в темках. А вот здесь начинается... Опа, здесь какая-то штучка. Здесь ничего. Это не кнопка, ничего с этим не сделаешь. Если мы падаем в... А, ага, я понял. Спасибо, понял. В общем-то, после вот этой части, после вот этого подъема начинается самое интересное на карте. А точнее, это у нас финишная уже прямая, если так можно вырезаться. Вылетаем. Мы на скорости. Здесь у нас все еще могут быть ракеты. И, значит, здесь, наконец-то, появляется простор. В ЦПМ, по крайней мере, появляется простор для того, чтобы сделать парочку бустов. Разместить их можно абсолютно по-разному, в зависимости от вашего спейсинга. Но суть такая, что... А, это тоже телепорт. Окей. Я карту не очень много играл, как обычно. Но это мне, так сказать, не мешает, я думаю. Быть плюс мин... А-а-а-а, здесь нельзя делать буст. Я понял. Ну, в любом случае, тут можно сделать буст от стены. В чем проблема? Как бы, да? Я опять упал. Класс. Классный, классный телепорт. Пойти гиво квадры. Дамаги. Пойти не с вами свежий. Так, у нас нет плазмы, но это не важно. В общем-то, здесь мы вылетаем. Здесь уже, кстати, можно, получается, да? Или только плазмы нельзя? Интересно. Только так нельзя. А-а-а, только на тех двух стартовых нельзя. Так что здесь уже можно сделать. Они даже текстурами, по-моему, отличаются. Вот эта чуть-чуть светлее, чем та, да? Видно? Я думаю, видно. В общем, сама суть вообще всей карты складывается вот в этот спейсинг. Потому что здесь, здесь у нас телепорт, очевидно. И нам нужно подниматься наверх. Следовательно, нам нужно запускать. Значит, это, а здесь что? А здесь джампад. А, ну то есть можно, например, с плазмой, да? Использовать джампад, если вы не поняли идею, так сказать. Можно залезть джампадом. И вот мы, пожалуйста, финишируем. Читами, но это не важно. А если вы идею поняли, то здесь можно запустить хотя бы одну ракету наперед в эту стену. Если вы оттуда, да, летите с другой стороны, следовательно, в эту стену. Либо в пол, как кому удобнее. Но я бы рекомендовал все-таки в стену. И, собственно, ловить ее. И подниматься наверх. Тут суть в чем? Я пытаюсь сформулировать мысли. Я пытаюсь сказать, что если вдруг у вас осталось две ракеты тут, а у вас остается, по идее, здесь две ракеты, если вы нигде больше их не использовали, кроме как в необходимых местах, где ракета идет наперед, то вы можете кинуть две ракеты. Если... Если здесь вы... То есть здесь вы вылетаете с плазмы, стреляете вот тут вот, например, ракету, да, вы летите, у вас там условные 800 упсов. Значит, можно себе клаймбом добавить еще упсов, плюс поправить спейсинг, возможно, свой. Либо можно отстрелиться ракетой, если у вас мало скорости. Ну, в том или ином... Возможно, я что-то путаю, потому что я уже, честно говоря, немного запутался. Но в любом случае сюда попадает либо одна, либо две ракеты. Две, естественно, быстрее. Тем более, что там наверху, как мы видим, есть трампа, которая нас толкает. В сторону. Давайте ее даже задействуем. Да, вот рампочка нас толкает. И все хорошо. То есть можно даже, по идее, не париться по поводу там финиша. Если мы кидаем, особенно кидаем, если две ракеты, мы поднимаемся очень быстро, стукаемся об рампу и пересекаем финиш. Все в порядке. Давайте я попробую как-нибудь это пройти. Я не уверен, что у меня это хорошо. Я ее особо так не поиграл. Финиш. Пенка. Обсекаем. Граната нам не нужна. Вот мы выкидываем ракету. Упс, рано начал кулиндить. Ничего страшного. Пахая ракета. Переделаем. Там еще ракету поднимаемся. Ну, здесь я очень плохо ее словил, поэтому я очень плохо поднялся. Еще есть такая тема, как джамп-хай. Видите, слева вот здесь вот мышку видно, да, надеюсь? Вот здесь вот есть джамп-хай. Как его вывести? Есть два варианта. Сразу читы. Сначала скажу, как вывести, а потом как использовать. Для тех, кто не знает. Это очень полезно. Вот особенно в таких случаях. Значит, джамп-хай показывает нам высоту прыжка. То есть, точнее, это не то, чтобы высота прыжка. Это скорее высота... Любого взаимодействия с чем-либо. Ну, как бы, то есть... Вот я просто прыгнул, у меня джамп-хай 48. А если я начинаю подниматься, то он, собственно, растет и показывает, что вот здесь, значит, я ударился 247. Если я делаю... Ладно, я не делаю. В общем-то, это очень полезная штука. Вариант первый. Как это добавить? Переходим сюда, в Defrag Setup. Нажимаем Hood. И здесь есть джамп-хай-митер. Нажимаем On. Все, больше ничего не надо. У нас появляется справа вверху, в углу High, который показывает нашу высоту. Вот он. Точно так же работает. 246. Там было другое число, но это не важно. Далее. Если вы хотите, если вам неудобно следить за правым верхним углом, точнее, не то, чтобы следить, а поглядывать туда, есть такая штука, как Info, которая показывает. Это Educational Обзор. Вот эти циферки спереди, да, трехзначные, где-то не трехзначные, но там будет спереди ноль. Они нам показывают статистику. То есть вот тут можно... Это все можно вывести в ЧС-2. Можно и в ЧС-1, но в ЧС-1 обычно не делают. То есть вот здесь определенные оба даже можно выставить. Позицию, бла-бла-бла и так далее, и так далее. И вот здесь мы ищем, значит, Jump High. Давайте смотрим. Я бы его пропустил, надо было там остановиться. Real Date, FPS. Таким же образом, кстати, и скорость выводится, и дистанция тоже Jump, кстати, полезна. Но Jump High самое... Самое полезное. Вот, Jump High. Почему-то оно написано с точки, хотя как будто бы все буквы могли бы влезть. Ну ладно. 200... Подожди, 242. Это не то. Fax High. У меня 246 сейчас. Вот, Jump High. 210, да? То есть как мы... Мы нашли число. Как мы поступаем? Возвращаем... Возвращаемся вниз, пишем... DF, ЧС-2, Info. Нажимаем Tab, и мы видим все инфо, которые у нас прописаны. То есть вот у вас, допустим, вот такой вот экран, да? Вот вы... Это у меня разные инфо, не обращайте на это внимания. А вот у вас, допустим, где-то ноль есть, да? Свободное место. Либо вы можете, например, прям посидеть и разобраться. Это очень полезно знать, плюс-минус в этом ориентироваться. Это очень полезно. Вот вам, наверное... Например, не нужен вам сервер, да? Но вы не знаете, что из этого сервера. Вариант первый. Вы можете попробовать это заменить на нужное вам число и посмотреть, что заменится. Потом либо вернуть обратно, либо... Либо вернуть обратно просто. Либо второй вариант. Вы можете... Вы можете посмотреть. Так, у меня вот 116, 117, два. И вот вы идете... Так, ага, сервер 116. Все. Значит, 116 я могу заменить на Jump High, например. Вот. И таким образом просто пишите туда 210 и у вас будет этот Jump High прямо под боком. Далее. Это... На этом все. А, ну и как пользоваться, да? Вы добавили Jump High. Здесь давайте... Так уж... С четырю. Ква-да-магия. Ква-да-магия. Значит, я смотрю примерно, да? Вот я поднимаюсь. Я смотрю... Например... Ну, в демках... Я в демках еще более практикирую. Будет понятнее. То есть вот я доверху долетел 2600, да? Если подниматься потихонечку. Например, на 1800 или около того, я уже почти вот здесь, да? То есть в этот момент, когда вы видите там 1800, можно начинать сруливать уже в сторону, в которую вам надо. Это работает именно так. Чтобы измерять примерно высоту, на которую вам надо заклимбить. Это очень полезно, особенно в тех случаях, когда маппер не оставляет никаких пометок. То есть стены, например, однотонные. Если маппер вам не оставил каких-то там тримов, каких-то других текстурах, для того, чтобы понимать, что ага, вот после этой текстурки я начинаю поворачивать налево, например. Если такого нету, то вы можете всегда ориентироваться на джамп-хай. Это очень полезно. Рекомендую. Прямо строго-строго рекомендую. Попробовать. Во-первых, может быть непривычно поглядывать туда. Но это надо, во-первых, не везде, а во-вторых, просто вы к тому же получили полезную информацию. Так, ну давайте я еще раз. А у меня нет уже. Я не ракетку чуну. Ну ладно. В общем, вы поняли. Я не знаю. Я веду себя как дебил. Давайте пойдем смотреть демки. Карта простая, карта классная. Мне карта... В целом понравилось. Я не туда зашел. SDC UK23. Смотрим ЦПМ. Смотрим, начинаем ВКУ-3. 42,7. Канин. Ватикан Сити. Поменяем. Так, проходил через гранату. Использовал ракету вместо плазмы. Ну, то есть, там можно плазмой добить. Делал 2Х. Вот уже не очень рациональное использование ракет. На этой карте нужно именно определить, где вы будете кидать ракеты. Но тут оно как-то плюс-минус само очевидно, что надо использовать тут, надо использовать там. То есть, вы определяете минимум мест, где можно использовать. А потом вы начинаете... Ну, потом вы начинаете манипулировать своим роутом и пытаться найти как ускориться, как ускорить свой рот. Так, ZX фотографирую. Так, ZX-C. ГВН-2Ц-22. Так, здесь у нас просто с ракетами подъем. Три ракеты осталось. Одна вниз. Две ракеты осталось. Следовательно, одну он также потратит сюда. Нет? Нет, здесь проходит с гранатами. Давайте посмотрим дальше. Дальше. Ага, скорости никак не выбирает. Использует ракету раз. Использует ракету два. Ракет нет. Значит, будет прыгать на джемпад. Ну, вот старт быстрый за счет ракет. Но из-за того, что ракет на вторую часть карты не остается, получается, что финиш медленный. На таких картах 37,4 хаппи на таких картах обычно действует правило равномерного распределения. В большинстве случаев. Мы все мы понимаем, да, что карты очень индивидуальны в большинстве своем. Но в большинстве случаев происходит так, что чем равномернее вы распределите ваш ресурс по карте, размажете, да, условный хлеб, размажете хлеб по маслу равномерно и у вас будет хороший результат. Здесь, значит, скорость была хорошая, но, опять же, ракетный финиш не остается, наперед не закинуть. А этот джемпад, он, очевидно, медленнее. Поэтому вот так. Ну, возможно, кто-то не нашел, кто-то об этом не подумал. Бывает всякое. Так, ракетный финиш 37 и 4. Напоминаю, смотрим в 3. Китен Игнитон. Венешин. Так, здесь с ракетой наперед, значит, старт. Но был стартован с двумя ракетами. То есть, у него минус одна ракета. Здесь он кидает у него 3. Здесь он еще кидает 2. Остается. Хорошие климбы. И здесь с гранатой. И будет поворачивать налево, да? Вот давайте, кстати, джамп хай последим. Ага, тут он пытался, я не знаю, нет, наверное. Не остался ракет еще? Видимо, нет. Либо осталось, но он ее не использовал. Так, ну, неплохо, неплохо. Рейвен 37 и 2. Смотрим демки все. Опять же, с гранатой. Очень интересно посмотреть на самом деле роут топовых ребяток. Джамп дистанцем тоже можно отмерять всякого рода горизонтальные вещи. Ну, джамп дистанцем если вам нужен, вы можете, естественно, сами себе его выставить, как вам удобно. Вообще, если у кого-то есть настройки, есть вопросы по настройке конфига своего, что вот вы хотите добавить это, хотите добавить то, как мне это поменять, просто приходите на стрим, пишите мне привет, Вуди, я хочу сделать вот так, помоги, помоги мне! Вот, кричите, там, библтумб спамите, вот, чтобы я прям прослезился, мне стало вас жалко, я вам помогу. Но это работает не так, я вам в любом случае помогу, просто прикалываюсь. Так, 36,8 радиокала. Так, ракета наперед не будет, очень быстрый, очень высокий сенс с гранатой и ракетами. То есть, видите, тут получается, люди решали, там не самый легкий подъем с плазмой. Из-за этого люди решали использовать там ракету, потому что с ракетой проще. Но в этом случае у вас старт быстрее, а финиш намного медленнее, чем мог бы. Поэтому это не очень правильно. Так, ракету использовал не очень рационально, просто для спейсинга. Вообще, можно сделать то же самое для спейсинга, выстрелив ее, например, в стену. Но оставим это на совести радиокаллы. Мы не разбираем особо, потому что дамок много. Если я начну про каждую пытаться что-то сказать, мы тут сидим до завтра, ребят. Так, 36.0 Пашка с Санкт-Петербурга. Очень хорошие ракеты, опять же с гранатой, но в этот раз с плазмой. Интересное решение накрест поплазмить вполне себе, одну ракету использовал вниз. Хороший плазмоклайм. Одну ракету наперед, отлично. Вот, смотрите, вот видите, там, 2000, да? Вот он явно не знает примерно, когда, он примерно там, навок плазмит и все. И где-то вот 1800, 1900, вот это можно запомнить, тогда можно в сторону, например, чтобы скорость начинать набирать. Таким образом вы смотрите и отмеряете себе. Ну и без ракеток наперед. 33,6 Комполомус, Калининград. Так, полностью с ракетами, вообще старт, все ракеты потратил. Комполомус говорит, мне не нужны ракеты, я люблю плазму, я их все сразу потрачу и буду, значит, орудовать только плазмой и гранатами. Если бы можно было еще гранаты заменить на плазму, я не сомневаюсь, что Комполомус был бы только рад. Тоже через джампад. Ну, здесь ракета наперед достаточно техничное исполнение, да, я не знаю, с какого момента мы начнем их видеть, мы обязательно их видеть начнем, но вот где, я думаю, где-то там может быть уже вот пара секунд разница, да, с 30 секундой возможно где-то там. ярд из US, из Америка, из США. Так, тоже с плазмой без ракеты наперед. Здесь кидает одну ракету. Здесь кидает одну, крест остается, поднимается, ну, выку-3 здесь, конечно, потяжелее, но вам и надо не 1900-950 упсов, там можно что-то подставить еще для ракеты наперед. Хорошая, хорошая дамочка, очень хорошо исполнил, а шанзи давно не виделись, 32,2. Давайте сменю джамхай, нам это больше не интересно. хорошая ракета наперед. Вот видите, здесь большинство людей, оно просто, они просто поднимались наверх и все. То есть, получается, у вас скорость ресетается, а вы можете ее начинать набирать еще до полного подъема. халвар гб 32,0. Visit onlyfans.com кризал for more content обязательно мы посетим этот сайт без ракеты вниз. С гранатой значит ходит. Вот он начинал, кстати говоря, там еще и уголок такой удобный есть. он начинал вот заранее, например, набирать скорость. 32,0. Фак 32,0 на фрейме быстрее пил. Пил, поиграл, кстати, на днях пилком бараны. Очень интересно, жду еще. Очень классные задумки. Прикольно сделаны. Некоторые, конечно, ну, я думаю, пил, сам знает, не очень оптимизированный в плане геймплея, но очень понравилось. Такой прям бодрячок играется очень очень хорошо, поэтому давай пил, пили еще. Так, использовал ракету. Здесь опять же, видите, вот вы использовали ракету, но эту скорость потом всю... О, это я вовремя замедлил. Граната? что? Он ее словил? Судя по скорости подъема, он ее словил. Ааа. Ааа. Это, это импрессив пил. Сейчас пока недоступно, недо... Носф сейчас, если что, перерабатывает Там админку Вообще, внутренности сайта переделывает Что-то он нам делает, работает, короче Технические работы И сейчас пока нельзя поставить импрессив Но я бы обязательно это сделал Но я конкретно говорил про это место Когда ты выстрелил ракету, но при этом Всю эту скорость потерял Получается, что тебе лучше эту ракету использовать Допустим, чуть попозже, но при этом Ты сохранишь всю свою скорость Отлично, вообще, словил идеально Офигеть, пил Красавчик С 1,8 степ Две ракеты на старте Одна вниз Хороший подъем Также накрест Ну, накрест логично, выкутри в целом Одна ракета наперед Еще одна наперед И опять же, начинаешь подниматься по центру Здесь он прыжочек потерял По центру тоже не совсем правильно начинать Хорошая ракета прямо в джампад Интересно, интересно Флаг зерг 31,7 Без ракеты наперед решил Где-то, возможно, он ее попозже использует Вот он ее здесь и использовал Кинул одну вниз Хороший клим Одну в угол, чтобы из угла приятнее скорость потом набирать Ой, ой, ой Читз Арнот Энэйблод Он здесь сервер Очень жаль, что читы не включены Возможно, мы бы что-то увидели 31,7 Неплохое прохождение Хорошая Плазма у зерга, как всегда, на высоте Тут не соврешь У зерга очень хорошая плазма 31,2 Хейз Так, хороший подъем Ракета вниз Хороший клайм Неплохая ракета вниз Ну что, просто поднимешься и все Ну так неинтересно Те ракеты использовал И джампад, да Да, еще зацепил краешек пола Что обидно Могла бы быть демка на 200-300 Побыстрее Но ничего страшного Могло бы быть, возможно, САП-31 Так, Кайрос 39 Так, с одной ракетой на старте И, значит, все ракеты здесь поюзал Одну сюда вниз И следующая тоже полетит вниз Скорее всего А потом у нас полностью плазма будет Тоже очень странный подъем Кайрос вроде очень техничный Молодой человек Он может исполнять многое Но вот как-то иногда Я не знаю Возможно Просто не хотят стараться Может быть За компанию Между собой Там у них какой-то С Китоном Например, да Что-то они может Мутят Ниндзя Куки 38 UK Две ракеты на старте Одна наперед Хорошо Словил Очень быстрый подъем Очень качественная плазма Одна ракета вниз Одна ракета вниз В центр Обычный подъем Но неплохие ракеты В целом Нормально прошел Повороты Но опять же Без ракеты Наперед на финише То есть Можно с одной подниматься Можно пожертвовать Плюс одну Можно пожертвовать Две На финиш Так 37 Почти 3696 Антошка Сам, собственно Маппер Очень хорошо Словил Ракету Хороший подъем Это наперед Хороший Клайн Хорошая ракета Наперед Здесь все На плазме И вот у нас Ракета Наперед С которой Антошка Поднимается И еще Одна ракета Осталась Одна ракета Осталась То есть Видите Можно Одну Где-то Вот еще Дополнительно Пнуть Где Это уже Очень хороший Вопрос Где будет Эффективнее 29,9 Рейн А я правильно Выбил Да 29,9 Рейн Две ракеты На старте Вообще Полностью Ракетный Старт Тоже Не нужны Эмо Эти Ваши Ракеты На карте Из них Нормально На гранатах Справимся Ничего страшного Неплохое решение С плазмоджампом Чтобы Помочь себе Попасть прямо В джампад Неплохо Так Стронгест Да ладно Стронгест Ну здравствуйте Стронгест Ну показывайте Чему научились Плазмобусты Выкутри Интересно Интересно Так Хорошая граната Не крест Накрест Плазмил Но и так Сойдет Так тоже Выглядит Достаточно быстро Хорошая ракета Очень хорошей Скорости На плазме Ракета Наперед Очень хорошо Ловит ее Диагонально Значит Плазмит Чтобы Больше скорости И вот Одна ракета Остается Как раз Наперед Отличнейшим Образом Ее ловит И поднимается Наверное Ну просто Вот конфеточка Вот конфеточка Смотреть Глаз радуется Даже зевать Не хочется 28.7 Кет Так Значит Полностью Ракетный Старт Ну В УК-3 Спорно Как быстрее Не знаю Хотя в ЦПМ Тоже спорно Не знаю Ребят Посмотрим Я думаю Топовые демки Нам все Покажут Как быстрее Как чего Я стараюсь Там Никакие топовые Демки Не смотреть И спойлеры Тоже я пытаюсь Обойдить Чтобы себе Впечатления На обзоре Не портить Я стараюсь Не читать Там Дискордики И так далее То там Бывает Типа Кто-нибудь Пришлет Демку С кем-нибудь Там Абьюзом И все Аааа Там Абьюз И ты Такой Но Зачем Вы Рассказали И Я могу Я могу Сказать Тоже Делал Плазмодрам Для Спейсинга Токер Рейн 27,7 Хорошо Enter Значит Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восьмое Место Энтер Молодец Восьмое Красавчик Топ Десять Держи Поехали Что с качеством Что происходит Меня Записывает Кто записывает Я не знаю Что-то Дергается Так Ну Хорошие У Энтера Все Хорошее Возможно Недожатое Хороший Вылет Набрал Так Тоже Через Жампад Без Ракет Ну Интересно Выкутрил Очень интересно Как быстрее Но у Стронгиста Мне пока Больше Все Понравилось Очень Все Четенько Равномерно Размеренно Очень Очень Так Красивенько Так 27,0 Дельта Дельта Сдает Позиции Тоже Ракетный Старт Вверх Нет Одну Ракету Оставляет Здесь В принципе Кстати Да Ракета Особо Не нужна Чтобы Забраться Можно Просто Проплазмить И Одна Ракета У Него Все Еще Есть И Он Ее Кинет На Финише Наверное Да Вот Он Поднабрал Достаточно Скорости И Ракету На Финише Хорошо Ну Кстати С двумя Ракетами Я Возможно Погорячился Я Возможно Я Возможно Не Прав И Это Нормально Потому Что Скорее Всего С Одной Ракетой Тоже Сойдет Потому Что Одну Ракету Вы Можете Ускорить Своё Прохождение А На Финише Вот Этот Отрезок До Финиша От Ракеты Наперед До Финиша Он Не Слишком Большой Чтобы Две Ракеты Сыграли Большую Роль Тут Горазду Большую Роль Сыграет Ракета Которую Вы Можете Дополнительно Где-то Использовать Чтобы Ускорить Ваше Прохождение В целом Например Вот На Старте Где-нибудь Так Позден 26 6 У меня Уже Пересыхает Горло Я Не Могу Я Себе Не Приготовил Воды И Поэтому Будете Слушать Как Я Греблю Я Надеюсь Вы Не Против Так Ну Хорошие Отличнейшие Ракеты Я Ничего Не Знаю Ничего Не Сказать Опять Все Карты Пока Что Такие Что Каких Тут Нет Знаете Таких Мелочей За Которые Можно Прям Зацепиться И Отшлепать Кого Нибудь Как Раньше На Варкапах На Варкапах Разные Карты Бывают Бывают И такие Что Там Тоже Нечего Сказать А Бывают И такие Где Можно Прям Вот Взять Пакистан Ну Пакистан Что Не Отшлепаешь Он Всегда Хорошо Делать 26 4 Взять Там Комполонус И Вот Отшлепать Его За То Что У Него Ракета Кривая А Тут Как То Все Карты Такие Особо Ничего И Не Как Ничем И Не Поможешь Игроку То Очень Интересно Хорошая Классная Ракета На Финиш 26 4 Да Ну Что Пакистан Так На Пятое Место Поздравляю У тебя Проки Поп Четвертое Место Поздравляю 26 3 Использовал Ракетный Старт Одна Здесь Наперед Одно Там Наперед Очень Хорошо Словил Так Пил Признавайся Ты Украл Или У тебя Украли Интересно Я у тебя Забираю Импрессив Пил Ты уж Извини Импрессив Это когда Ты Один Сделал Что-то На Обе Физики По-моему Такие Правила Что Понравится Конечно Ведущим Не только Мне Если У нас Несколько Ну обычно Всем бы Понравилась Ну Граната Классная Прокипо Молодец Что же И сделал Но Отдельно Учитывая Что у Пиу Меньше Опта Я Отдельно Еще раз Говорю Пиу Молодец Очень Классно Очень Красиво Молодец Что Сделал Вот это На финише Это не Очень Просто Такое На финише Делать Рейнфайер 26 1 Ракетный Старт 2 ракеты Также Сейвер Одна Здесь Другая Там Хорошая Плазма Очень Хорош Хорошо Словил Ракету Поднимается Тоже С Гранатой Ну Здесь Естественно Нужно Выучить Во-первых Момент Который Вам Надо Кидать И Угол И В Принципе Это Все Так ФПС Ацит И Майка ФПС Ацит В ФПС Что Ну Чицит 26.0 Второе место Между Очень Хорош Очень Качественная Плазма 2x Интересно Правда Словил Не Очень Качественно Но Все Рано Интересно Убрал Скорости Запускает Наперед И Залезает На финиш Неперес Ну Иксас Я подозреваю Практически Все То же Самое Только Немного Быстрее 25.8 Второе место Отцит Поздравляю Первый Иксас Поздравляю Тебя Тоже Я понимаю Что ты Не знаешь Русский Но Ничего Страшного Так Ракетный Финиш Вку-3 Все Так В приоритете С С Сохранением Двух Ракет Что Означает Что Он Нужен Очень Четкий 2x Вначале И Получается Что Финиш С Гранатой Не знаю Вот тут Спортекс А Даже Без Гранаты Просто Не знаю Тут В общем Вот Всегда Знаете Когда Какой-то Обзор Пишешь Когда Много Демок Разных Посмотришь Там На ФВЦ Особенно И Типа Набираешь Определенные Кусочки Роутов И Из них Можно Сложить Один Идеальный Роут Но Иногда Бывает Например Здесь Ограниченное Количество Ракет Здесь Тогда Уже Решать Надо Как Выгоднее Как Чего Разместить Так Макс Кривен Граната Наперед Отлично Посты Афк Таймвокс Таймвокс Набирает Набирает Много Себе Гранат Таймвокс Нету 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 Тут Не Стреляется Давай Так Да Ну В общем Мы Понимаем Короче Где 8 минут Где Я же Их провел 5 минут Падая С этого Телепорта Это нормально Ну 8 минут Это конечно Сильно Но В любом Случае Молодец Что отправляет Я не знаю Если кто-то Знает Вообще Кто это Напишите Что ли Ему Давайте Его Как-то Подберем Под свое Крылышко Научим Может Чего-то Полезного Он от нас Узнает Так Это Рув 43.3 Поехали ЦП Две Ракеты На старте Ракета Наперед Не очень Хорошо Словлено Ракета Потом А вниз Будет ли еще Одна вниз Это очень Нет Не будет Так Ну Нормально Неплохо Без Каких-то Помарок Так Как бы Без Ресетов Как у Макс Крейвина Или Как читать Ник Я даже Не знаю Ну и Хороший Финиш Одну Ракету Еще Оставил Мог бы Где-то Ее Тоже Использовать И ускорить Себя Так Кузлех Сыктывкар Спасибо Кузлех За 50 Рублей Даже Уже За 100 Насколько Я помню Ты Два Раза Как будто Бы Закинул Спасибо Большое За Поддержку Для Всех Желающих Также Ссылка В описании Любая Любая Копеечка Очень Приятно Ребят Мотивирует Лишний раз Писать Обзоры Потому что Сейчас Особенно Сейчас Времени На это Очень Мало Стримы Пытаюсь Стримить Обзоры Пытаюсь Обзорить Поэтому Ну В общем Поняли Очень Приятно Спасибо Кузлех Большое Куплю себе Пельмени Килограмм Тут поем Спасибо Ну У Кузлеха Как обычно Все чистенько Не сказать Что Быстро Естественно Не сказать Что быстро Но все Очень чистенько Без Помарочек Мы Кузлеха Уже Воспитали Что Будешь Отправлять С помарками С какими-то Ресетами Его Отшлепают Вот он Шлет без Помарок Теперь Старается Молодец Зиппер 36.3 Дедуля Не знаю Смотришь ли Ты зиппер Обзоры Напиши Если что В комментариях Будет полезно Знать Хороший Подъем Интересное Решение Кстати Использовать Ракету Во время Плазмы Клим Возможно Так уже Делали Но я Пропустил Потому что Я уже Посмотрел Миллион Дэмок И у меня Замыливается Глаз Неплохая Граната Чуть-чуть Еще в Телепорт Не попал Афин Представляешь Фин Зиппер Фин Ничего Неплохо Так Ну Опять же Хорошее прохождение Без Помарочек Все отлично 35-й 35-й 35-е 25-й 35-й 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 Так, значит подъем с гранаты Будет ли ракета? Да Будет ли ракета вниз? Да Будет ли ракета после? Будет много ракет после, но в нужном месте ее не будет Ничего страшного Возможно это выглядит как импровизация на самом деле Потому что выглядело так, как будто бы он не собирался их там закидывать Просто у него плазмоклимп так поехал как-то к низу Пришлось использовать ракеты Угол в ЦПМ желательно ставить 69-71 Это плюс-минус более оптимальный для большинства случаев Здесь возможно и 72 подойдет Это так на заметку То есть даже если вы начали 73 плазмить Не зазорно тихонечко мышь вниз отвести Вверх отнести мышь вверх Так поднять и сделать 71 Не зазорно Пацаны не обидят во дворе Это наоборот почетно Что вы заметили, вы поправили, молодец Так, релорд из Канады 34.6 Старт с гранатой, ракетой Полностью ракетный старт Гранату взял, интересная ракета наперед Так, где это будет граната использоваться Здесь будет использовать, чтобы ее не подбирать Все правильно Выглядит пока очень хорошо Подъем хороший Но вот Над углами надо поработать Вот здесь сразу видно Здесь я могу сказать, что над углами Особенно горизонтальными Для набора скорости Нужно поработать Так как ты из Канады Ты вообще ничего не понял, что я тебе сказал Поэтому все нормально, все в порядке 4.3, рейвен Две ракеты на старте Одна наперед Будет ракета в конце Да, будет ракета вниз Да Хороший плазмоклим Немного промахнулся в таймингах Промахнулся еще и мимо гранаты Пришлось до гранаты ходить Очень много времени потерял Поднимается Просто поднимается Никакой стартовой скорости после подъема Нету, что естественно минус И здесь Опять же просто по центру стены с ракеты Не знаю, очень странная какая-то демка Я бы сказал, мне не понравилось Но мне на самом деле все равно 33.8 Ну, мне в плане на рейвена Мне все равно Если это наши пацаны делают Это надо наказывать Точнее Шлепать по попке И исправлять ошибки вместе Так, пока все очень отлично выглядит У пилу Мне кажется, я уже заговариваюсь Начинаю говорить какую-то чушь Какую-то жижу Жду гневные комментарии Как обычно пишите Какие обзоры говно Не пиши Или что вы там пишите Ну не все Есть хорошие комментарии Но есть и те, которые не очень приятно читать Так, 33.8 Все отлично 33.0 Хэппи Из руши Давай Пай хэппи Так, налил кофейка Глотнул Все, поехали Поехали Так, хороший сергал 414 Ракета наберет, кстати, хорошо словлено Хороший плазмоклимп, качественные углы Ракета слишком поздно Мог бы сэкономить Клайм хороший Углы не очень В плане смены углов не очень качественные Гранату Хорошо словил Просто опять же поднимается по стене, на которую надо залезть Стартовой скорости при вылете Нету, это не очень хорошо Есть 1000 скорости, но нет ракет Очень обидно 1100 как раз бы подошло для ракеты Наперед, но ничего страшного 33.0, очень хорошая демка Едем дальше, космонавт 33.8, привет космонавт, ты смотришь Обзоры, очень приятно Постараюсь что-то сказать В общем Вот, кстати, ранняя ракета После хорошей гранаты, очень хорошо Очень много времени здесь Выиграл, хороший плазмоклимп Даже угол, я так понял Ты подвинул Просто потому что заметил, что у тебя там не очень хороший угол в конце стены Это все нормально Еще есть две ракеты Вот здесь мог бы Ракеты будут Да, будет одна Одна и была Вообще в ЦПМ Пушки сменяются достаточно быстро И здесь достаточно спорный момент Когда эту ракету использовать Но можно либо себя ускорить Тогда полностью Ускорить себя максимально возможным способом До джампада Раз ты используешь джампад Либо Я думаю, что один из самых эффективных Будет сделать ракету как ты Только попозже Возможно Где-то у рампы Чтобы тебя сильнее оттолкнуло назад И ты к финишу быстрее бы переместился Либо как-то диагонально Ну то есть там много вариантов Надо смотреть, что тебе самому удобнее Пока что Я не думаю, что есть смысл прямо Зацикливаться на том Что Как мне Быстрее сделать какие-то схемы Выдумывать в этом плане Пока что нужно именно базу какую-то отрабатывать Ну это вообще для всех А потом усложнять себе жизнь И усложнять, и усложнять Так что Вот Ну не знаю Ну все отлично Я не могу так ничего сказать Тем более ты из НТ Там явно за вами зерк присматривает Зерк тоже явно пару слов может сказать Если ты все еще хочешь отправить демки на подробный разбор Дискорд в описании Это касается всех Ладно, давайте 32.8 РДДПИ РДДПИ Хорошо ставил гранату Немного поздняя ракета Как по мне Хорошая ракета Наперед Там комполомус ждет Подробный разбор Но у меня пока нету времени К сожалению Его сделать Комполомус Я извиняюсь Я должен был на той неделе Вроде сделать А уже следующее Так сказать Кончается Вот например Да Очень хорошее использование ракеты Мне показалось Что космонавта Это немного Более так неуклюже Может быть выглядело Но сделано было Как бы с той же идеей Возможно Я всего Совсем всего не увижу Но в сравнении Учитывая тем более Что вы наверняка Еще играете вместе Вот это вот исполнение Вполне себе подходит Если ты четко так Можешь диагонально срезать угол То тебе рампа не нужна А так скорее всего быстрее Так Снайпер с Украины 32,4 Где-то наперед Клайм Хорошая граната Поднимается по центру Немножко стартовой скорости Есть Это уже лучше чем ничего Одна ракета еще остается Тоже кстати Очень хорошо срезал угол Очень хорошо получилось Хорошая демочка 31,4 Торнер 2015 Поехали Фак Из угла будет вправо Да Будет вправо перемещаться Очень хорошая стартовая скорость Не использует ракету Добирает почти тысячу А есть ракета Где ракеты? Торнер Расчехляй Я возможно что-то пропустил Но мне У меня осталось ощущение Что остались ракеты Но Без 1,3 Воист Весел Сприджампом На старте Интересно Так Тысяча Хорошая ракета Хорошо словил Очередная хорошая ракета Ой Вот это вот Была лишняя Конечно От стены Это было немного лишнее Стартовой скорости На вылете Никакого и Нету Поэтому Здесь Очень много времени Потерял Ну Финиш В целом Немного неуклюжий И здесь Чисто Вот Поближе бы К финишу Забраться Но это не всегда Так работает Поэтому Спорно С 8.8 Тинайн Син Привет Хороший подъем Хорошая ракета Наперед Не очень классная Смена углов Но И так сойдет Мне это не страшно Стартовой скорости При вылете Не было Просто получил От ракеты И здесь К сожалению Так уж вышло Что Последний прыжок Пришелся Прямо на конец Пола Возле джампада Такое Конечно Бывает Это обидно Это возможно Тебе стоило Там 0.5 Или что-то Типа того Так Типа Из США Типа Хорошая скорость Стартовая Тысяча С одного прыжка Подъем По одной стороне Ракета Ракета Вверху 1580 Из Египта Очень интересно А это Хейязи Вы могли Видеть его карты Если кто в онлайне Играет Частенько Неплохой подъем Неплохая ракета Наперед Не очень качественные углы Но Опять же Ракета Наперед Хорошая Видите Жмет Опять же Прыжок При подъеме Это не очень хорошо Пытался сделать ГБ Но ничего не вышло 1200 скорости Опять же Приземлился Возле джампада Что не очень красиво Это всегда Обидно Но с этим Если у вас Всегда получается Так что вы Приземляетесь Прямо Возле Например Дырочки Какой-то Еще чего-то Куда вам надо попасть Там Джампад Будь это Не знаю Что угодно Подобного типа Задумайтесь Как изменить Спейсинг То есть где-то Может Если вы там Отстреливаетесь С ракеты Возможно Где-то Можно сделать Угол другой Чтобы у вас Спейсинг Подошел Возможно Где-то Скорости Надо побольше Попробовать Сделать Ну В общем Вот эти вопросы Именно их надо Решать на ходу В плане Что Если вы Замечаете Что у вас Всегда Вообще Такая фигня Со спейсингом Происходит Значит Надо что-то Делать Сейчас Это Это не надо Не надо Думать Что Ну в этот раз Так вышло И каждый раз Вот так Вышло Типа Ну бывает Ну и ладно Это на самом деле Очень важные вопросы Фундаментальные Такие Которые нужно Решать Именно На месте И Чем быстрее Вы научитесь Решать Такие вопросы Тем лучше Вам же И тем быстрее Будете расти 386 Кю Кю Умс Очень интересно Но подъем Получается Слабенький Использует Рампочку Не знаю Насколько Это быстрее Возможно Это не быстрее Но Старт Выглядит Именно Сам Стартовые Ракеты Выглядит Быстро Конечно Хорошая Ракета Наперед Просто Подъем Нет Со стартовой Скоростью Вот Очень хорошая Ракета На 800 Была 1000 Добрал И ракета Наперед 1050 Вполне Достаточно Чтобы Не воткнуться Солом В эту Ракету И 286 Получает Нормально Пас 8,4 Сенат Так С Гранатой Сенат Проходит Перес Тб Где-то Перед Хорошая Ракета Очень Хорошие Углы Еще Одна Ракета Хорошая Направа Ну Тоже Интересное Интересное Решение Просто Сделать ГБ Две Ракеты Еще И третью Впихивает Ой Зацепился В конце Так Так Обидно Хорошая Идея Хорошая Но Лучше Бы Тогда В этом Случае То есть Вот Эта Остановка Она Все равно Имеет Вес В твоем Тайме Ну И вообще В таймах Вот Эти Вот Остановки Они Очень решают То есть В этом случае Можно было бы Просто набрать Стартовую скорость И также Отстрелиться Ракета Это было бы Быстрее Чем ты поднялся Четко даже Если ты поднялся И сделал Рокет В большинстве Случаев Это Не работает Но опять же В зависимости от Карты Но здесь Мне кажется Гораздо выгоднее Набрать Стартовую скорость Ладно Поехали дальше 28.1 Кимрок Так опять Что-то Подлагивает Будто Будет Я надеюсь Обзор Нормальный По качеству Выйдет Я чуть-чуть Поднял Битрейт Там Чем Пикми Поднял Чтобы Не Размазывало Картинку По соплям Хорошая Ракета Наперед Две Ракеты Использовал После И Просто С Жампаном С 8.1 Так Волканойд 27.8 Сразу Со Старта Ракету Агрессивно Две Ракеты Потратил На Старте Нехорошо И Плохие Ракеты Неплохая Плазма Неплохая Стартовая Скорость Хотя Могло Быть И Лучше 1200 На Выходе Но Ракет Нет Чтобы Словить Хотя Одну Здесь Даже Идея Не в Том Чтобы Вам Именно Иметь Тысячу И чуть Больше Чтобы Словить Ракету Вы Можете Иметь Хоть 1500 В этом Случа Вы Просто Выстреливаете Одну Ракету Попозже И Ловите Ее На Прыжок Все Это Будет Жампад Я думаю Я надеюсь Вы все Понимаете Как Ловить Ракету Наперед Ну Плюс Минус Саму Схему В Зависимости От Скорости Как Себя Надо Вести Так 276 Пиу 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 Хорошая Ракета Хороший Качественный Подъем Боковую Стенку Не Использовал ДЛГБ Боковая Была Быстрее Я Так Думаю Возможно Регулировал Высоту Таким Способом Сейчас Очень Интересно Будет Ли Опять Граната Интересно Вот Стартовая Скорость Опять Женет Просто Подлетел Вот Просто На месте Потерял Секун Вот 1200 Как раз Была Кстати Словил Неплохо Ракету Наперед И Поднялся Без Гранаты 27 24 А В Лолипополиниус Ближайшее время планирую сменить конфиг Я Об этом Наверное Напишу На Ютубе В этих Так Старь На Стеночке Можете Если что Себе Заменить Если Кто-то Вот На Моем Играет Так Ну Все Отлично Очень Хорошо Словил Ракету Не знаю К Лолипополиниусу Обычно Нет Вроде Б Претензий Все Прекрасно Так Пузо Слава Пузо Слава Пузо Теперь Ракета На Старте Не Очень Оптимизирована Но Неплохо Словил Ракету Не Очень Хорошие Углы Надо Бо Более Вертикальными Держать Чтобы Подниматься Быстрее Не забываем Что мы Играем В Дефраг Где Счет Идет Не на Секунды А на Миллисекунды Поэтому Каждая мелочь Она важна Об этом Не стоит Забывать Есть Одна Ракета Но Спейсинг Видимо Не подошел Совсем И Решил Через Джампат С использованием Ракеты Мне так Показалось Если Это Не так Поправь Меня Пузо Показалось Что Ты Хотел Наперед Ее Как-то Засейвил Как раз Чтобы Кинуть Наперед Но Как будто Бы Спейсинг Не пошел Вышел Боком 26.4 Альфа Из Уг И мы знаем Страну Уг Замечательная Страна Так Старт С ракетой После Плазмы Хорошая Ракета Наперед Хорошая Ракета Здесь Стартовой Скорости Опять же Нету Вообще Даже Остановился Чтобы Сделать ГБ На 1000 И Ракета Наперед То есть Вот Эти Все Остановки Они Того Не Стоят Понятно Что Если Вам По Первому Времени Первое Время Так Садим Вам Это Очень Полезные Скилзы В целом Такое Нельзя Игнорировать Надо Обязательно Стараться Ускорить Свой Тайм И Сделать Свою Жизнь Чуть Чуть Сложнее 25.5 Анда Кошаков Так С ракетой Наперед Ракета После Плазмы Не Очень Нужна На Мой Взгляд Хорошая Скорость Немножко Промахнулся С углами Но Ничего Две Ракеты Вниз Хороший Быстрый Подъем Хорошая Стартовая Скорость На 800 До 1000 Набрал Одну Ракету Совсем В угол Получил Скинул Но Нормально По Спейсингу Совпало И Хорошо Если По Спейсингу Совпадает Значит Все Прекрасно Ничего Не Важно 25 И 4 Иммортал 13 Так Хорошая Ракета Наперед Использовал Одну Также На Старте Одну После Плазмы Здесь Ракета Наперед Все Хорошо 25 4 Все Неплохо Так Крыз Крызял Крызял 24 9 Интересный Старт Хорошие Ракеты Неплохая Плазма Нормальная Ракета Ну Опять же По центру Не очень Выгодно Хотя В случае С ЦПМ Наверное Не так Критично Там Какую-то Мелочевку Отгрызать По 50 По 100 Но Тем не менее Это все равно Важно Делать Даже Если Получается Медленнее Нужно Делать Правильно Потому Что Быстрее У вас Будет Получаться Тогда Когда Вы Научитесь Делать Это Правильно Я не знаю Что я сказал Но я думаю Вы уловили Мысль Так Ниндзя Куки 24.9 Из УК Великолепная Страна УК Хороший Подъем Ракета Опять же Не особо Нужна На мой взгляд Но Посмотрим Посмотрим На топов Неплохая Плазма Хотя Там Как будто Вы Где-то Промахнулся Вообще Такие Повороты Можно С кнопкой Назад На самом Деле Проходить Если Вы Хотите Извечь Полностью Выгоду Очень Много Скорости Ближайший Джип Падает Все Хорошо Хотя Здесь По Спейсингу Это Не так Уж Важно Если Все Складывается 24.9 Прекрасно Поднимаем Наверх Осталось Немножко Еще Еще 500 Минут Поехали 24.8 Эффект Тоже С Приджампом Неплохая Ракета Наперед Тоже Ракета После Плазмы Ну Не знаю Не знаю Это Ракета Спорная Но Я Возможно Ошибаюсь Все Мы Ошибаемся Так Прямо Из угла Начинает Вот так Хорошо И Ракета Наперед 1050 Ровно Было Красиво Очень Хороший Финиш Качественный Ну Не Эффект Может Эффект Если Захочет Он ФВЦ Берет Топ 10 Вообще Обе Физики Поэтому Ребят Эффект Давайте Не будь Обижать 23,7 Хейз Тоже С Приджампом Ну Здесь Видимо Я не знаю А смысл Этого Приджампа Вот У тебя 566 На Последнем Прыжке Здесь Вообще Остан Вот Этого Эпрессивом Пахнет Это Интересно Это Очень Интересно Но Опять же Никакой Стартовой Скорости На Вылетке Нету И Это Не Очень Хорошо И Ракета На Вперед На Финише 23 Очень Очень Качественно Молодец Очень Хорошо Факан Дед Зерк 3,5 Вот Пожалуйста Все Тоже Самое Только Серкла Не знаю Нету Смысла Там По-моему Вертеть Эти Приджампы Очень Хорошая Плазма Хороший Подъем Хорошая Стартовая Скорость Но Ракета Одна Осталась Да И Хорошая Ракета Прямо Под уголок Так Вриф 23 4 С Ракетой Поднимался С Плазмой Плюс Ракета Тоже Хорошая Очень Хорошая Плазма Из уголка Пойдет Налево Хорошая Стартовая Скорость 1100 Одна Ракета Осталась Хорошо Подсбросил Лишнего И Хороший Финиш Все Качественно Все Прекрасно Так Enter 23 0 Ну Давай Enter Давай Тоже С Ракетой Ну Может Быть Не знаю С другой стороны Если Эту Ракету Как бы Никуда Особо Там И Не Всунуть То Есть Смысл Конечно Но Все Кажется Спорным Вот Чуть Чуть Приземлился Миллисекундочку На полу Постоял И Вот Тебе Словил Ракету Очень Качественно Все Обычно Очень Хорошо Опять же Восьмое Место Между Броди Раз Два Три Четыре Пять Шесть То есть Семь Восемь 22 И Шесть Изи Газ Тоже На Моем Конфиг Я Конфиг Сменю В ближайшее Время Ребят Я Обещаю Я Хочу Сменить Конфиг Переработку Извини Хейз Импрессиво Мы тебе не дадим Ну мы вообще Никому не дадим Потому что сейчас Нельзя дать Импрессив Поэтому Никто не в обиде Качественно Очень качественно Отличный Роуд Очень интересная Задумка А в целом Так быстрее То есть По идее Можно даже Как бы Не использовать Тогда Эту ракету После плазмы Сразу же На старте А можно Эту использовать Ракету Вот так Вот На полу Получить Стартовую Хорошую Скорость С буста И пройти Вот таким путем Выглядит Очень интересно И быстро Так Дельта 22.1 Тоже С небольшим Приджампом Да Да Вот 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 Хотя Тут все равно Две ракеты Да Получается Использовали И вот Одна Остается Интересно Интересно Тут Конечно Можно Есть Есть Над чем Подумать По поводу Роутов 22.1 Ringfire Хорошая ракета Интересная ракета Наперед Вот опять же Как быстрее Вот как Как ты Посмотришь Как ты узнаешь И одна Ракета Остается Хороший подъем 22.1 Очень качественно Хорошо 22.0 Проки Поп Ну вот Из центра Опять же Тут совсем не вариант Из центра Поворачивать На плазме Но в целом Как обычно Парки Поп Радует Хорошим Исполнением И в 21 секунде У нас Только Три человека Это Ксас Аурун И Рейн Давайте Посмотрим Третье место Ксас Поздравляю Третье место Тоже Су большим Приджампом Для Спейсинга Хорошая Ракета Наперед Очередная Хорошая Ракета Вот опять же Из центра Ну не знаю Из центра Ну можно Из угла Тогда Скорость Будет Побольше Надо Тут Смотреть Возможно Из угла Допустим Оно Конечно Побыстрее Но потом Очень Например Неудобно Прям ужасно Неудобно Все это Выруливать Поэтому Ты просто Жертвуешь Там Типа Полтинничком Времени Для того Чтобы было Тебе просто Покомфортнее Или Я вообще Вообще Не прав Такое Тоже Возможно Ауру Второе место Джампом Без ракеты Наперед Неплохие Неплохие углы Из угла Грубо говоря Начинает Выворачивать Спорно Короче Тут очень много Просто мелочей В этом подъеме С ракета С ракетой С этой 21,7 Почти Что 21,8 Ну Ксас Не дожал Конечно Ну И Рейн Рядышком Там 27,7 Также Сприджампом Да Очень все качественно Хорошая плазма Все Все Отлично Так Ну что Первый Дестанк Смотрит Да Входим В бровзер В бровзере Значит У нас Что мы видим Мы видим Что 30 демок ВК3 И 41 Демка ЦПМ 19 Комментария В которые мы Кроем От греха Не забанили Ну и В общем То Вот и все Поздравляем Рейнфаера Чицида Ксаса И поздравляем Ксаса Аурума И Рейна Не знаю Почему-то Энтер Прям проседает Возможно Тоже Времени Не особо Много Есть Стронгест Давай Шли больше Шли чаще Я про тебя Помню Очень Очень приятно Что ты отправил На эту карту Возможно Ты сейчас Напишешь Там Гадости Что Ой Да те карты Не очень Я их не играл Мне не понравилось А вот эта Хорошая Я ее поиграл Ну да Такая Но ты хочешь Быть лучше Надо играть И те карты Которые Не нравятся Тоже Так Короче Переходим На главную Сейчас У нас Вот так Вот уберем Четвертый Раунд SDC Который Кончится Через Три дня В воскресенье Да 29 Воскресенье Автор Нибит Про 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 Эту Карту Я думаю Можно Очень Много Говорить И Это Будет Не очень Приятные Слова Я думаю Но Это пусть Останется На совести Маппера Я думаю Что В комментариях Выразили Вполне Себе Объективную Точку Зрения На мой взгляд Ну Кому-то Понравится Карта В целом Карта Интересная Рекомендую Поиграть Можно Сделать Там Пару Звобов Заодно Попрактикуйтесь В Звобах И еще Такой Момент Ребят Кто Играет Эту Карту Сейчас Внимательно Слушайте На карте Карта Сделана Собами Там Где Можно Сделать Об Задуманный Маппером Там Нет Об Текстуры То Что Я Под этим Ввиду Что Любая Рампа Может Вам Ступенечка Какой-то Смена Высоты Может Дать Рандомный Об Особенно Это Обидно Может Быть На Финише Потому Что Там Касая Рампа Вниз Вон Тут Даже Видно На Картинке Что Там Касая Рампа Вниз Так Идет Там Можно Словить Рандомных Об В себе Миллиард В На Секунду И Вы Не Получите Нисколько Скорости Следите Пожалуйста За Рандомными Об Если Просто Вдруг Вы Где-то Словили Рандомный Об И Вместо Допустим Рампы Вот Там Вы Сделали Добл Джамп Или Что-то У вас Такое Вышло Это Будет Невалид Потому Что Это Рандомный Об В Остальном Конечно Приятной Игры Спасибо За Просмотр Подписывайтесь Колокольчики Лайки Вот Это Все Ставьте Пишите Комментарии Обязательно Я Все Читаю Кто Хочет Поддержать Ссылочки В Описании Кто Хочет Отправить Демок На Подробный Разбор Лично Ваших Демок Дискорд Опять же Мой В Описании Как Смогу Сразу Займусь И Комполомус Там В очереди Ждет И Возможно Кто-то Еще Появится Пока Никого Нет Но Комполомус Уже Демки Скинул Осталось Только Выделить Время На Продолжение следует